Сегодня в Туапсе был введен режим чрезвычайной ситуации для городских органов управления. После того, как в ночь на 24 декабря недалеко от села Греческое прорвало трубопровод и нефть попала в реку Туапсе и акваторию Черного моря. Почти весь разлив сейчас локализован и убран. Александр Ткачев поручил Владимиру Лыбаневу держать ситуацию на личном контроле. Также на встречу губернатор поднял вопрос о газификации Туапсинского района. На данный момент она составляет всего 8%. Трудности в прокладке труб возникают из-за сложного рельефа местности. Некоторые котельные до сих пор работают на угле и мазуте, а в дома специально привозят баллоны со сжиженным газом. Газификация, конечно, это сегодня приоритет для Туапсинского района. С учетом всей истории недогазификации по объективным причинам только Олимпиада дала возможность провести газопровод высокого давления. Сегодня нам нужно уходить уже в поселение, нам нужно подводить газопровод к улицам непосредственно, уже дальше в дома. Это работа и краевой власти, и сельского муниципалитета. В течение 2015-2016-2018 года мы должны процентом на 80 закрыть газоснабжение Туапсинского района. Это задача номер один, и мы считаем ее тоже приоритетной для краевой власти. Мы провели большую подготовительную работу по газификации района в 2011-2013 году. И вот 2015 год, я уверен, станет переломным, с учетом того, что мы подведем Туапсинское высокое давление. И все это наложится на те сети, которые уже готовы. Сейчас пока газа хватает на котельные. Также работы идут очень активно на Михайловское поселение, Джубга, Огонь-Небух, также готовые к этой ветке высокого давления. Сейчас в курортном районе идет второй этап газификации, рассчитанный до 2016 года. На создание необходимой инфраструктуры требуется 500 миллионов рублей. В следующем году уровень газификации Туапсинского района, рассчитывают специалисты, должен достичь 38%. Инга Габеши, телекомпания ФКТ.